Походим к следующему. Бунт в США. Ой, сколько много сказано на эту тему, сколько выпито, сколько поговорили, все обсуждают, было то, было все, кто что, будет, не будет. Вот меня всегда интересует другой вопрос. Вот смотрите. Чем вызвано этот бунт в США? Недовольством части населения. В данном случае почти 50 процентов, которые проголосовали за Трампа. А посмотрите в других странах. Франция. Совершенно недавно, буквально год два назад. Да и вообще у них какой-то такой, знаете, традиционный национальный обычай. Несогласие выливается в погромы, в бунт. Пенсионную реформу решили поменять, возраст решили увеличить. Пол Парижа разнесли. Что-то не так, желтые жилеты. Образование и реформа не нравятся студентам. Пол Парижа разнесли. То же самое в Италии. Но Франция в этом плане такая замечательная страна. Поэтому, честно говоря, то, что произошло в Штатах, опять же, это небольшой сюрприз. Такое бывало. Это было в 60-х годах протеста против войны во Вьетнаме. В Вьетнаме, 68-69-й. Колумбийский университет вообще был в осаде. Там же он решетками обнесен. Решетки закрыли. Студенты внутри. Лос-Анджелес разносили несколько раз. Ну, не весь, конечно. В Сан-Франциско. То есть, это нормальное состояние у них. Как только недовольство зашкаливает, все выражается в бунте. Тем более, население вооружено. Сейчас это, я бы сказал, пик недовольства. По этому вопросу. Пик. Просто пик. Подвели такой контингент охраны Белого дома и Капитолия. 20 тысяч человек. 20 тысяч национальной гвардии. Потому что они боятся реально. Понимаете? Это не демонстрация силы. Там не надо ничего демонстрировать. Они реально боятся. А теперь проведем маленькое сравнительное исследование. Пенсионный возраст повысили. Тишина. Образование ЕГЭ ввели. Тишина. То-то сделали. Тишина. Полная тишина. А ведь такого тоже не было. Напомню. Конец 80-х. Начало 90-х годов. Демонстрации массовые по Крымскому мосту. С плакатами. С лозунгами. 91-й год. Шахтеры у Белого дома стучат касками с утками. Сменно меняются. Как-то раз лет 10, наверное, назад в Москве на Манежной площади тоже с Кенхеда устроили массовый погром. Что они там обсуждали? Чем они были довольны? Для нас сейчас не важно. Но у них есть возможность. И власти боятся. У нас тоже возможность есть. Но ей никто не пользуется. И власти не боятся. Вот вся разница. За свои права, господа, надо бороться. Мирными выступлениями. Мирными. Да. А международное право говорит. Народ имеет право хвататься за оружие. Иногда. Кто-то подумает, что я призываю к отвержению власти. Ничего подобного. Ради бога. Меня, например, эта власть устраивает. Поэтому никого не призываю. Протесты можно выражать. Но, к сожалению, мы даже так их не выражаем. Никак. Кроме как в интернете волну пускать. Так что бунт в США, ну что ж, пройдет, утрясется, закончится. Я не думаю, что будет гражданская война. Друг друга постреляют. Там разделятся на север, юг, восток и запад. Вот трамписты, демократы, байтонисты, как они там. Да нет, конечно. Но все-таки это забавно смотреть.